И друзья, надеюсь у вас сегодня был прекрасный день, и я знаю, что вы любите слушать истории развития различных медийных личностей. И сегодня я притащил вам ещё одну довольно интересную и очень поучительную, на мой взгляд, историю довольно популярного когда-то англоязычного ютубера. Сегодня я расскажу вам историю главного скуфа ютуба, человека, который потерял всё из-за своего пристрастия к алкоголю. Поговорим о Брайане Риссе, более известном в интернете под ником OnEuseMeBlade. Итак, наш сегодняшний пациент прославился на весь интернет благодаря своему одноимённому каналу на ютуб, на котором он играл в Call of Duty. Блять, вот реально, вот было время, с которого все начинали, это как в русском сегменте, в том числе на английском, Майнкрафт был, а на западе пиздец, вот Call of Duty. Все начинали с Call of Duty. Пьюдипай начинал с Call of Duty, Доктор Дизреспект, все делали просто контент на фоне Call of Duty. А у этого чела, насколько я помню, был прикол, потому что он в Call of Duty только нож использовал. Вот, типа, он бы OnEuseMeBlade. А-а-а, вот почему. ...3 декабря 1982 года, а канал на ютубе он создал 24 марта 2009 года. Знаете, в то время на сайте был популярен и успешен, особенно на западе, формат разговорных видео с геймпом Call of Duty на фоне. Да-да-да, кстати, до сих пор популярен, пользуюсь. И именно благодаря такому виду контента поднялся до... И, кстати, на ноутбуке очень легко монтаж такой делать. Допустим. Ага. Wings of Redemption тот же самый, другой весьма ржачный персонаж западного интернета. Ну так вот, основной фишкой OnEuseMeBlade было то, что он, играя в колбу, убивал всех с ножа. Ну, собственно, о чём и говорит его никнейм. Да и так, сам по себе играл он довольно хорошо. Более того, он был очень харизматичен и смешно шутил, из-за чего многие зрители к нему привязались. Большую популярность наш сегодняшний пациент обрёл благодаря турниру по Call of Duty Black Ops, организованному миллионером Алки Дэвидом в 2009 году. Сам по себе турнир был так себе, но всё-таки аудитории к Брайану пришло немало. Но самое главное так это то, что именно на данном турнире OnEuseMeBlade познакомился с, на тот момент, одним из самых известных и популярных ютуберов под ником Ким Стар. Блядь, Ким Стар, это, короче, чтобы ты понимал, это как успешный VG-Link, который не, ну, который не спился и который знает, как использовать всех этих бичей и этих лолкау. Это он, да, организовал? Да-да-да, он сделал лолкау подкаст, где сейчас их эксплуатируют, и он прям, типа, говорит, я ваш единственный шанс в жизни. Он их называет, короче, реально коровами, ёбаным, блядь, скотом. Просто, типа, там приходит этот Wings of Redemption такой жирный к нему приходит, этот тоже, Буги тоже ещё один жирный, он такой, типа, вы, типа, мои коровки, вы мой скот, и он приводит других ютуберов над ними рофлить, и их он называет молочниками, короче. Ебать. Вот, и как раз у них, по-моему, Only Use Me Blade был в какой-то момент. Ну, прикольно. Продюсер такой. О котором у меня уже есть видео на канале, обязательно посмотрите. Также там присутствовал упомянутый мною выше Wings of Redemption и Woody Gamer Tech. И почему тогда худой был? Например. По итогу, Ким Стар и Only Use Me Blade очень сильно... Я тебе далеко до этого. ...стали хорошими друзьями. Но быть друг о другом с Ким Старом не советую, блять. К 2012 году формат разговоров с колдой на фоне стал не так интересен зрителям. Я имею в виду не только на канале Брайана, а, в принципе, на ютубе. Нужно как бы эволюционировать, а учитывая, что основным контентом нашего сегодняшнего пациента были лишь нарезки с фрагами ножом в Call of Duty, а сами понимаете, это ещё более устаревший формат, его канал начал лететь в пропасть ещё быстрее. Нужно было что-то делать, и Брайан придумал, что он будет делать. Он решил перейти на Twitch и начал стримить. И именно в тот момент он сильно подсел на бутылку. Я о том, что он сильно пристрастился к алкоголю. А вы о чём подумали? Его стримы... Но на бутылку он потом тоже присел в какой-то момент. Нет, тут прикол в том, что это предостережение для всех ютуберов, стримеров, кого угодно. На этом проёбывались очень многие. Guys, я понимаю, что вот этот вот изыск, да, вот это вот как бы влечение, да, это простой путь к деньгам. То, что тебе поставить, там, пью рюмку за 500 рублей. Или, там, то, что, типа, для людей становится интересно ваш стрим, если вы, там, выпьете каждый день, там, пиво или что-то такое, отварите какую-то лютую хуйню. Люди приходят, у вас больше аудитории начинает кидать вам деньги, как с Олигоном, допустим, которого, там, уже яйца свисаются, такое. Это, конечно, круто, получать деньги за это. Блазн высок, но потом ты повышаешь ставки, да, ты, там, уже реально фрикуешь, идёшь на улицу, получаешь пизды. И вот это вот всё, и просто твоя жизнь летит в тар-тарары, твоё здоровье проёбано, всё. То есть вы видели этого чела? У него, ему, типа, 30 с лишним, 40 с лишним, у него все зубы уже прогнили нахуй, у него все венерические болезни, которые вы можете себе представить. Человек просто, ну, он в какой-то момент понял, что он, вот только так он может зарабатывать деньги, если люди смотрят, как он убивает себя, блядь. Ммм, это, кстати, Олег, он же так и стал этим трэш-стримером, он же вначале сидел, у него были обычные стримы, он подрубал. А ему один раз задонатили 5000, а для него это ебать какие деньги, ну, как и для меня, в принципе, но для него пиздец, потому что он там вообще до этого работал, по-моему, электриком, как я помню. И для него это ебать, и там было сказано, разбей яйцо об голову, он это сделал. Сейчас, чтобы ты понимал, к нему пришла там подруга, подруги жены какая-то, учительница начальных классов, она пришла, он её нахуй напоил за донаты, она легла спать, ему пришёл донат, чтобы он засунул ей руку в пизду. Что он сделал и показал. Он это на ютубе стримит? Да. И ему ничего за это не было? Нет, он потом просто потёр стрим. Он вот так вот, а, хорошо, она спит пьяная, то есть она уснула, там где-то уже ушла, он такой взял, снял с неё всё, блядь, прям на ютубе, и прям вот засовывал ей нахуй палец туда. Вот. PlayStation 3, блядь, против Xbox, мнение. Знаешь, мне кажется, жизнь, она примерно... Ты Берсерка смотрел, читал. Только слышал. Там, короче, в Берсерке есть Золотой век, потом происходят ужасные события, и после этого, короче, ну там, тёмные времена, когда главные герои уже, блядь, только одержимы местью, везде появляются монстры, которые людей ебашат, то есть, ну, уже начинается реально жёсткая тёмная фэнтези, а вот Золотой век, обычное средневековье, там, светло, вся хуйня. Мне кажется, вот, ну, до 22-го года, вот, все эти, там, ютуберы, Sony Boy, вот это вот всё, вот оно было, типа, таким светлым, добрым того, там, у вас эксклюзивая хуйня, да? После 22-го года я вижу, что происходит с некоторыми людьми, у меня реально, ну, ощущение, что, блядь, сука, мы в каком-то чёрном таймлайне говна, блядь, что происходит, нахуй. Я вижу просто реально, люди, они в какую-то вообще залупу уходят все, многие ютуберы, особенно, вот, ну, просто, они просто ломаются в каком-то месте, это пиздец. ...алкоголя были довольно-таки успешными, но зрителям особенно нравилось наблюдать за выходкой... Я думаю, да, с 20-го года эта хуйня началась с коронавирусом, я думаю, с того времени. ...пьяного Брайана, например, за тем, как он, будучи пьяным, совершенно не способен удержаться на ногах, или за тем, как он устраивает драки и прочее. Это они ещё в Челябинске не жили, тут у меня под окном, особенно по вечерам, постоянно происходят какие-то сражения... Килл в Челябии! Это мой родной город. А-а-а. Я орков. Я там сейчас 20 лет прожил. Единственное, что я знаю про Челябинск, это Михалыч вот это... А-а-а, блядь, да, а метеорит, блядь. Ну, метеорит, там что-то какое-то было, я слышал, что там этот, нахуй, дышать... Я обосрался. Я слышал, что там дышать невозможно. Что там какой-то... Да, да, там пиздец. Там НМУ, вот это, блядь, облака, нахуй... Ну, были, сейчас я не знаю как, но тогда пиздец. Сейчас уже небо не видно. Такими же орками, в общем-то, одни опухшие алкаши. Даже чем-то похожие на мутантов из фильма «Поворот не туда», кто смотрел, тот понял. Но это я так, о наболевшем. Так вот, однажды, сильно напившись на стриме, он много раз, не осознавая последствий, произнес то самое запретное слово на букву N, которое способно разрушать карьеры и даже жизни. В попытке спасти Брайана ему даже позвонил один из его модераторов и стал уговаривать его прекратить трансляцию, а Брайан в ответ также назвал его словом на букву N... И бросил трубку. Потом, когда он «Льюсми Блейд» протрезвел, он даже записал видео с извинениями на YouTube, где пообещал больше... Слушайте, а как нужно так напиваться, чтобы потом тебе с утра было стыдно? Ну, окей, бывают там добрые какие-то вещи, да, что там как-то вот со всеми там братаешься, когда пьяный или что-то такое. Как нужно напиваться, чтобы ты вот натворил такую хуйню, реально портил себе жизнь намеренно? Я только блевал в рюкзак. С огромным рвением, и потом с утра ты такой, бля, простите, реально, чё за хуйня? У меня такого никогда, нахуй, я не знаю, как нужно напиваться. Если я так буду напиваться, я просто проблююсь и засну, блядь. Я недолго в таком состоянии не выживу. ...никогда не пить на стримах, но, как вы знаете, бывших алкоголиков не существует. Именно поэтому в скором времени Брайан опять начал бухать на стримах. Но всё-таки основным топливом и мотивацией для Брайана продолжать пить была аудитория, которой было всё равно напоследствия. Им было просто... Чем-то на Пашу техника смахивает, на самом деле. Что-то в нём такое есть. А сейчас на Филу Спенсера. Знаешь, вот это вот ебало, не обременённое интеллектом, но при этом очень комфортное самим собой. Вот что-то вот такое вот, типа... Знаешь, вот как-то так... Я как-то так только могу описать. ...интересно наблюдать за пьяным мужиком на стриме. В 2015 году его забанили на Твиче, из-за того, что он, будучи опять же пьяным, разделся ниже, так сказать... На антишнапс ещё похоже. ...пояса на стриме за донат в размере 100 долларов. Естественно, стримить он пошёл на Ютуб. Далее уже в 2017 году он пересел на тогда набирающую популярность игру под названием Фортнайт. Но бухать на стримах он продолжал, даже несмотря на то, что это как бы игра для... Блядь, я вспомнил. Вспомнил, как задонатил антишнапсу, было написано «Одна рюмка, 500 рублей». Я задонатил 200, и он въебал две. Это пиздец. А это... Сейчас счастливые часы были, наверное. Ахахахаха. Я понял. Это как распродажа... ...распродажа в Клоудите Варзун, чувак. Блядь, однажды на таком стриме он выпил 6 грёбаных банок Ягера, что... Ебать. Нихуя. Бля, погоди. Короче... Короче, был какой-то напиток, который сняли с продажи в Америке. Короче, напиток назывался «Форлокос». Ещё я вам покажу. Это полный пиздец. Форлока, да, называется. 12 градусов? Это полный пиздец. Короче, это хуйня. Если ты одну выпьешь, ты сдохнешь, нахуй. Потому что это какой-то мексиканский энергетик с алкоголем. Ой, блин. Но, типа, он жёстче, чем что-либо, нахуй, на свете. Эта хуйня, её запретили, по-моему, в Америке. В итоге её перестали продавать. Нахуеть. Да-да-да. Так-так-так-так. Короче, там было много случаев... А, они из него убрали. Видишь, там написано «таурины, кофеины». Да-да-да-да, там какой-то ебанутый процент кофеина, короче, был. И было, ну, дохуящий случай, что люди просто умирали от этой хуйни. Нахуеть. То есть, от одной банки причём. То есть, не то, что они там много их выпили, а одна банка тебя въёбывала. Так же, если у тебя какие-то проблемы сердца, она тебе пизда, блин, сто процентов. Ебать. Это вообще... Крепто. Это была просто жесть. Бля, 12 градусов. 12 градусов. Пизда, с энергетиками смешать это ебать. Я никогда не пробовал, потому что, блядь, ну нахуй. Чел, там была лошадиная доза кофеина, блядь, там просто... Блядь. Эта хуйня вообще была невыживаемая. Это ж пиздец, смешать алкоголь и энергетики. Я вот боюсь, блядь, так делать. Не-не, это главное правило. Есть два правила. Не надо мешать медицинские таблетки, а тем более антидепрессанты и болеутоляющие с алкоголем. Второе, не надо с алкоголем мешать энергетике. Это вот два, есть всего две вещи, которые нужно соблюдать. Почему-то у людей очень плохо получается. Ну, как бы дохрена, печень передаёт привет с того света. Алкоголизм стал неконтролируемым буквально, но зрителям всё равно было интересно за этим смотреть. А он не юсмиблейд, просто продолжал делать то, что интересно его аудитории. Блядь, средбулом. Далее... Не, забей. Ему донатили, он ещё всякую хуйню пробовал. У него не было тормозов. Одни его очень хорошие знакомые, такие же контентмейкеры, позвали его в свой проект. Что-то отдалённо похожее на тикток хаус, только для стримеров. Если я не ошибаюсь, это так и называлось. Типа дом стримеров. И в скором времени состояние нашего сегодняшнего пациента начало ухудшаться со сверхзвуковой, блин, скоростью. А если вы сейчас кушаете, пожалуйста, отложите еду. Я предупредил. Дело в том, что в состоянии алкогольного опьянения человек совершенно не способен себя контролировать. И позывы к нужде тоже. И его товарищам по данному проекту не особо-то и нравилось наблюдать за, извините, обосранными диванами, а также за тем, как Брайан сыт с балкона их дома. В конце концов, Брайану пришлось начать носить подгузники для взрослых, чтобы не портить имущество других людей. Также он июзмиблейд несколько раз приставал к девушке своего товарища под ником Кейпоп. А когда она отказалась с ним вступать в, так сказать, близость, он назвал её парня отстойным стримером. Более того, Брайан очень любил распускать руки и прочее, что очень противно. Видя то, как он июзмиблейд на глазах превращается в овощ, а Ким Стар решил вмешаться. Он приехал лично к нему домой и пытался всеми силами заставить Брайана бросить пить. Они ему пытались устроить интервенцию, да. Знаете, Ким Стар это сам по себе довольно противный человек, но у него есть определенные принципы, которых он придерживается. И бесконечно терпеть выходки своего друга он не стал. Не, короче, я скажу, как Ким Стар мыслит. Ким Стар, для него вот все эти люди, это ассеты. Это для него какая-то собственность, связи с ними он использует. Типа, о, в том проекте нужен какой-то фрик, я вот этого чего туда закину, чтобы это было смешно. Или там нужно вот это, то есть он же и боксерские матчи устраивает, да хуя, да хуя, все, у него постоянно какие-то проекты. Вот, и он старается следить за тем, чтобы они не сдохли. То есть он типа видит, что этот напивается там уже до отключки в реанимации, он приезжает, пытается там, выхаживает его там. С ним сидит в больнице, да, там, то есть заботится о нем там. Что-то старается там, чтобы он был под контролем, там, звонит постоянно, с тобой все окей, со мной все типа окей. То же самое с Лифи было, когда Лифи там на два года пропал, с ним Ким Стар все это время держал связь, типа спрашивал, как там, тебе не нужно употреблять крэг, не надо крэг хуярить, типа, чувак, тебе не нужно это делать. Там приезжал к нему, как-то тоже там пытался решить его жизненные проблемы, не потому что он добрый, а потому что он хотел их использовать потом, для него типа фрики на выдаче, блядь. Одно из трансляций у Ньюсми Блейда уже, я хз как это сказать, кинул собаку, ну типа кинул в прямом смысле, потому что она бесила его тем, что лизала его лицо. Ким Стар в тот же миг оборвал с Брайаном все возможные связи, потому что нужно думать, что ты делаешь. А Брайану было все равно, он был готов на все ради просмотра. У меня, как у владельца двух собак, в этот момент сердце разорвалось на тысячи частей. Далее он, Ньюсми Блейд, появился на подкасте P.K. А, да, он же на P.K. ходил, но он с каждым годом все больше деградировал, на самом деле, это очень печальная была херня, особенно учитывая, что они все были в одном и том же Call of Duty комьюнити. У них уже там всех семьи, там они как-то, жизнь какая-то идет, и вот они скорее уже как благотворительность его там звали, чтобы про него хоть кто-то вспомнил. Чтобы оправдаться, где сказал, что собака не очень пострадала, но сам факт подобного поступка показывает градус дебилизма и безрассудства Брайана, который со временем просто перестал видеть границы дозволенного. Спустя время, 19 августа 2019 года, Ким Старр написал пост. Бля, я хочу этот, что-то я вспомнил, я хочу сделать видос про этот FPS Russia, FPS Russia, бля, у него такие тюремные истории, его же взяли за наркоту какую-то, которую ему по почте присылали, он, короче, его посадили в тюрьму на какой-то там срок, он рассказывал, какие у него там утки были с мексиканцами, как он там с каким-то большим мексиканцем подружился, который его защищал там, бля, там вообще какие истории у него, у него такие смешные тюремные истории, я думаю, ну, типа, людям зайдет. В твиттере, в котором говорилось, я трижды уговаривал Блэйда бросить пить, в двух случаях он даже оставался трезвым на протяжении более 30 дней, я потратил свое время и деньги, чтобы помочь ему, каждый раз он возвращался к выпивке, я перестал общаться с ним после... Вот как на тебя алкоголь влияет, ну, типа, когда я выпью, я, наоборот, знаешь, типа, сонный становлюсь, ебать, мне хочется спать, и добрым ты, и весел, и все, и спать, но как-то же по-другому алкоголь еще действует на людей, кто прям, знаешь, агрессивным становится, там, ебать таким всяким развязным, ты, по-моему, тоже такой, типа, такой ебать спокойный. Ну да, да, то есть тут зависит от того, как ты пьешь, то есть некоторые просто начинают хуярить, говорят, что алкоголь раскрывает твою, ну, типа, твою реальную личность, да, в какой-то момент, то есть что-то там начинаешь агрессировать, что-то пытаться как-то себя там поставить выше других, да, вот это вот начинается, то есть внимание хочешь, а вот такой развязный там вся хуйня, мне скорее, я выпил, ну, реально добрым становлюсь, ну, как... Караоке поешь, там, это все. Да, да, как-то, и постепенно как-то уже такой, типа, все, надо поспать, и все, у меня алкоголь, я с ним отдыхаю, мне, типа, заебись под алкоголем, вот, и не в слишком больших количествах, ничего тяжелого, там, чтобы, там, мне уже доказывать нечего никому, там, я из универа уже выпустился, нахуй, это говно, блядь, вот. Вот, и я вот никогда не понимал влияния алкоголя на людей, что они под алкоголем, там, и в драки какие-то лезут, вот это вот все. Да, 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 злые, блядь, орут там нахуй на все. Да, мне кажется, что тут скорее вот у кого чего внутри засело, тот, то вот и достает из себя, когда на него алкоголь действует. Хотя, возможно, разный алкоголь действует по-разному, учитывая, что челы реально ебашили энергетики с алкоголем, там, у них, наверное, сердце хуярило, адреналин хуярил, и при этом у них еще помутнение, и им хотелось там что-то, блядь, ну, какой-то активности, но рофл в том, что, ну, как бы, во-первых, ты себе так сердце быстро посадишь, и станешь реально, ну, просто овощем, блядь, это полный пиздец. И случай с собакой несколько месяцев назад. Я сдался, Иисус, твоя очередь. Также на одном из подкастов Ким Стар сказал про Блейда, мол, было два Брайана, трезвый и пьяный, и это было два совершенно разных человека. Трезвым он был хорошим другом и товарищем, а, будучи пьяным, он превращался в быдло. Казалось бы, куда еще хуже, от него отвернулся его единственный настоящий друг, и теперь он имеет невероятно ужасные проблемы со здоровьем, но нет, самое хреновое впереди. Однажды он отправился в поездку со своими товарищами-стримерами. Естественно, во время этой самой поездки они постоянно стримили и бухали, но среди них была одна девушка-стример, которая в один из таких моментов уснула на кровати в трейлере. Блядь. Как с Олигоном сейчас что-то будет. Это был такой мерзкий случай. Опять же происходило на стриме, но за кадром. Именно поэтому никаких существенных доказательств против него не было. Да и сама эта девушка обращаться в полицию не стала, но сказала, что это действительно произошло. Да и обстоятельства говорят сами за себя. Брайан в пьяном состоянии... Сука, пьяная свинья, господи, блядь. Блядь, если б я проснулся и меня трахает вот такой мужик, голый нахуй, тот с толстым пузом, я бы испугался. Это, блядь, на всю жизнь. ...совершенно не способен себя контролировать и постоянно пристает к девушкам. Иногда, блин, на глазах у их же порви. Ну ладно, много я об этом говорить не буду, так как мне не особо это хочется обсуждать. Если честно, ну прям реально противно. Хотя нет, есть еще одно очень важное событие... А если бы был не толстый, если бы мускулистый, красивый... Как каргас? Ну, да, я бы такой, знаешь, типа, притворился, что сплю, но такой, типа, ничего не вижу. Это буквально та картинка, где, типа, этот... Oh, you're sweet. Hello, the department. ...которое произошло в 2020 году. Даже, типа, пандемия не смогла остановить падение On Leaves Me Blade'а. На одной из трансляций, на каком-то празднике... Если бы был новые Олдовы, я бы побоялся, что-либо как-то воспрепятствуется. Да, я бы сказал, а ты это делаешь огульно со мной, бедолага. Ебей меня, как последнего вырожденца. Сука. Ты просыпаешься реально на стройке какой-то. В мою проперженную жопу, да, типа... Прокачай мою луковую броню. Да-да-да. ...или тип того, наш сегодняшний пациент решил, вы только вдумайтесь, что неплохой идеей будет засосаться с девушкой одного из своих фанатов, который совсем недавно сделал ей предложение. Бля... Но, кстати, она не выглядит, как будто она была сильно против, вот в чём прикол. Да, она такая... Она выглядит, как будто её там поцеловал рыцарь на белом коне, типа у него к этому моменту уже там сколько, блядь, 10% зубов осталось. И только не гнилый, блядь. No damage. Ты понимаешь, что он сытся, срётся под себя, постоянно блюёт, он максимально негигиеничный, и даже он, сука, тёлок уводил у парней. Бля... Ну это база. Как вы себя чувствуете после этого, гайз? А как от алкоголя может зависеть, разжать, ну, способность держания кала, блядь, сфинктера? Вот я задумался. А от алкоголя... Расслабляет? Ну, смотри, алкоголь — это буквально типа яд для твоего организма и для твоего желудка, соответственно. И типа организм старается, во-первых, эту хуйню вывести, во-вторых, у тебя несварение, прочее, да, то есть постоянно ссышься, срёшься бесконтрольно. Замечал, что когда пьёшь пиво, допустим, вечером, ну, в туалет ходишь раз в три чаще, чем обычно. То же самое. И расслабляет в том числе, да. Понятно. И естественно... То есть... Блядь, это историю какую-то Хованского вспомнил. Абсолютно дегенеративная была история Хованского. Потому что он ехал в каком-то поезде, и они познакомились с какими-то местными алкашами. В купе у них сидели, или это плацкарт был, уж и похуй. Вот. И, короче, говорит, в какой-то момент что-то туалет был закрыт, скоро была станция, туалет закрыли, а одному из них приспичило посрать. И он, короче, в окно жопу высунул. Как-то там какой-то акроматическим приёмом стал и решил посрать в окно этого поезда. И потом следовала сноска от Хованского, то что... Ну, как вы знаете, у людей, которые там уже 40 лет бухают, они эти 40 лет уже и не видели, чтобы у них говно было твёрдое. Соответственно, это разнесло по всему вагону. Блядь. Потом, когда поезд остановился, их заставили это с вагона отмывать. Ой, блядь. Пиздец. Поэтому, да, дорогие друзья, не пейте алкоголь, следите за состоянием желудка, желательно ходите к доктору, если что-то происходит, и старайтесь следить за здоровьем своего организма. Это очень важно. Они расстались. Без комментариев. Просто пипец. Вы сами понимаете, насколько это суперстрёмная, противная и одновременно абсурдная ситуация. В то же время состояние здоровья Блейда стремительно ухудшалось из-за чрезмерного и неконтролируемого употребления алкоголя. В результате он получил диабет и огромные проблемы с печенью, а также у него буквально появились дырки в ногах, но ко врачу он обращаться отказывался, пока не попал в больницу. Однажды кто-то из его друзей, дебилоидов-алконавтов, записал на камеру, как хаблил его эти дырки в ногах ягером. Ну и, естественно, зубы он тоже практически все потерял. Типа, надо думать прежде, чем так жёстко бухать. И в этом же 2020 году даже Ютуб всего этого потока трэша и шизофазии не выдержал. Ну, типа, это супертрэш. И, наконец-то, заблокировал его Ютуб-канал. И, по факту, его карьера была на этом закончена. Понятно, что пути назад нет и проблемы с... А он, кстати, ещё и этот... Ему не нравилось, что про него видосы делали, про его падение. И он, короче, всех страйкал, всех просто. Наху, оху, 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 блядь. Самоличность. Да, да, да. И, типа, ты ему по морали никакой не предъявишь в этом. Печенью, диабет и другие болячки у него на всю жизнь. Но хотя бы пока что есть возможность более-менее нормализовать его состояние здоровья, чтобы в будущем он... Понятно, что он будет диабетиком, то бишь инвалидом, но он сможет более-менее нормально функционировать в будущем, как нормальный человек, если бросит пить. По итогу могу сказать, что наш сегодняшний пациент просто больной зависимый человек, который не получил помощь вовремя, из-за чего превратился в типичного алкоголика, для которого этот самый алкоголь стал как вода. Друзья много раз говорили ему, что с этим надо заканчивать, но он всё равно продолжал пить и в итоге потерял всё, что имел. В данном случае я даже не знаю, что сказать, как можно было это предотвратить, и кто в данном случае действительно является настоящим антагонистом. Дело в том, что он Лью Сми Блэйд сам в каком-то роде жертва, жертва алкоголя и в большей степени аудитории, которой было плевать на последствия и ей просто нравилось наблюдать за выходками алкоголика в прямом эфире. А сам Брайан довольно слабовольный человек, который делал всё, чтобы развлечь эту самую аудиторию, и при этом плевал на себя и на окружающих. Ну а что по этому поводу думаете вы? Возможно, я совершенно не прав, это на самом деле самая настоящая история успеха? Пишите в комментарии, мне будет очень интересно почитать. Вот, дорогие друзья, поэтому не стоит играть в Cool of Duty. Вот.